Сотрудниками Ривдинского межрайонного следственного отдела СКП в городе Полевском начата проверка заявлений двух недавних рожениц, потерявших своих детей, как они утверждают, из-за некомпетентности сотрудников городского роддома. По словам заявительниц, гибель новорожденных в их городе носит систематический характер. Так в одном из заявлений, поданном мужем и женой Анной Владимиром Фадеевыми, рассказывается о трагических последствиях родов, произошедших 26 сентября в Полевском. Поскольку сама роженица имеет медицинское образование и работает по специальности, а присутствовавший на родах ее муж и вовсе является практикующим в этом же городе врачом-хирургом, рассказ об этой трагедии изобилует специальными терминами и уверенными заявлениями. Так, по словам Анны, гибель ее новорожденного сына привел целый ряд врачебных ошибок, первый из которых стал отказ от родов вспоможения в форме кесарево сечания. Плод 37-летней роженицы оказался очень крупный, 4 килограмма, с диаметром головы в 36 сантиметров. Околоплодные воды у Анны ни в эти, ни в предыдущие роды никогда сами не отходили, а между их принудительным удалением и началом поток прошло долгих 7 часов. Все эти факторы, по словам заявителей, являлись прямым указанием на проведение кесарево сечения. Так или иначе, женщина все же родила, но ее новорожденного сына тут же поместили в кювес с кислородом и все присутствующие при этом врачи давали хорошие прогнозы на выживаемость ребенка, но в дальнейшем состояние младенца ухудшилось. И произошло это после того, как установил Мушанны, в первую же ночь после появления на свет у ребенка аварийно выключился аппарат искусственной вентиляции легких, снабжавший грудничка кислородом. Сколько времени прошло между тем, как дежурная смена заметила остановку аппарата и вызванный рабочий заменил таки кислородный баллон, никто не знает. Но даже после этого борьбу за жизнь ребенка можно было бы продолжать, но врач-неанатолог сообщила родителям о начале легочного кровотечения, как об обстоятельстве, исключающем всякую надежду на выздоровление младенца. Далее цитаты из заявления в прокуратуру Владимира Фадеева. Елунина спросила у нас с женой, будем ли мы находиться в палате до последнего. Ни морально, ни физически мы этого выдержать не могли и вышли из палаты. Мы вышли в 22.57. Показатели сатурации были 45%. В 23.00 Елунина выключила аппарат ИВЛ и констатировала смерть. Позже было проведено патологоанатомическое вскрытие ребенка. Из актов вскрытия нам стало известно, что легочного кровотечения у ребенка не было. Елунина нас обманула. Я считаю, что она отключила моего ребенка от системы искусственной вентиляции легких и от системы жизнеобеспечения, что и стало причиной смерти. Конец цитаты. Как утверждают сами пострадавшие, лишившиеся своего ребенка, им известно еще о полутора десятках подобных случаев в Полевском роддоме. Но в прокуратуру пока подано только два заявления, по которым назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Именно результаты этой проверки, ожидать которой стоит лишь через полтора-два месяца, позволят сыщикам решить вопрос с возбуждением или не возбуждением уголовных дел. Но если пострадавшие говорят правду, и такие трагедии в Полевском происходят постоянно, а убитые горем родители просто боятся заявлять или не хотят бередить память, ситуация может оказаться серьезнее, чем представляется. Сейчас на экране вы видите телефон Ревдинского межрайонного следственного отдела в городе Полевском. Код 34350, номер 33846. Телефон этот дается специально для тех, роженецкому есть, что сказать о работе полевских акушеров и неонатологов, но которые ранее по каким-либо причинам не делали этого. Продолжение следует...